расскажите о технопарке что он будет из себя представлять какие сооружения будут на участке какую дальнейшую функцию будет нести эко технопарк вот кстати мне альбом экотехнопарк который мы подготовили чтобы ну во первых те кто дают землю знали что мы хотим сделать должна власть будет знать белорусской что мы делаем да какие планы и наши инвесторы акционеры группа компаний потому что за их собственно инвестиции это будет строиться вот структура технопарк эко технопарк даже с его название к технопарк следует то что основной это будет экологическая составляющая нашего транспорта транспорта показано эко экология значит безопасность чистота сегодня транспорт наверное самое опасное изобретение человека за всю историю не атомная бомба опасно не автомат калашникова они убили в среднем и убивают 500 тысяч человек в год на планете земля автомобиль убивает полтора миллиона человек в год 15 миллионов инвалидов и коллег это те кто попали в аварии на автомобильных дорогах сколько животных убили автомобиль никто не знает это миллиарды но они это самое не только это самое страшное в автомобильном транспорте еще большую опасность представляют земляные насыпи автомобильных и железных дорог которые перерезают истоки рек которая нарушает движение грунтовых поверхностных вод которая перерезает пути миграции животных да и человек не может перейти в аутостраду сколько их гибнет под колесом когда перебегает там дорогу на трассе допустим москва-санкт-петербург и вот эти последствия из-за того что есть насыпь ну например экологи оценивать по трассе москва-санкт-петербург скоростной если она будет построена скоростная железнодорога как второй чернобыль по последствиям экологическим и многие наверное наблюдали когда едешь по автомобильной дороге там справа деревья засохли слева деревья засохли а а почему да потому что идеальной ровной поверхности нет везде есть косогоры и вот представьте косогор а тут построили насыпь и вода течет и упирается в плотину земляный насыпь это плотина идет заболачивание этой территории и соответственно повышение уровня грунтовых вод и лес гибнет а с другой стороны вода не поступает идет опустынивание и тоже все засыхает поэтому видите что такое транспорт сегодня он опаснее атомной бомбы автомата калашников на самом деле а мы хотим показать что у нас транспорт другой он во-первых не отнимает землю наоборот там где было болото там будут сады расти так вот тоже взять китай очень перенаселенная страна они выращивают и продукты питания там зелень чуть не на обочине дорог а ведь на расстоянии там 100 200 300 метров вокруг автострад почва настолько загрязнена выхлопами там и свинец там чего-то к нету и тяжелые металлы выхлопах там сажа от износа колес который канцероген там продукты износа асфальтобетонного покрытия там обледи антиобледительная соль вот если взять россию потому что зимой посыпаются солями так вот то что выращено вокруг дороги на расстоянии там до 200 300 метров вообще нельзя есть потому что это грязная пища и это сокращает жизнь продолжительность жизни людей это привод к их болезням и так далее мы даже не знаем почему болеем а в том числе потому что едим грязную пищу пьем грязную воду в том числе и загрязненным транспортом и дышим воздухом грязным в том числе потому что его загрязнил транспорт да а здесь мы хотим показать что этого ничего нет и поэтому в саде который будет под нашей дорогой можно сорвать яблоко и съесть я первый это сделал поэтому основная составляющая экотехнопарка вписывание в природу нашей наших транспортных комплексов без нарушения природного экологического баланса наоборот мы улучшим его и покажем здесь другим странам в том числе странам где нет вообще почвы где от них пустыни и вот у нас например есть вот сейчас альбом я скоро поеду в Абу-Даби на переговоры подготовил да где мы покажем как из пустыни сделать город сад здесь была пустыня а видите что может быть да и в том числе восстановить почву которая была там миллионы лет назад но она исчезла а для того чтобы восстановить почву построить вот такие города надо его там создать а для этого нужен гумус то что основная часть как бы живой почвы которую собственно делать его плодородным это гумус который живая природа создает миллионы лет да так вот тоже гумус мы планируем производить в Белоруссии на основе того же торфа здесь очень большие запасы не сжигать его как сейчас делается да а обогащать микроэлементами изменять структуру превращайте в гумус и потом миллионами тонн поставлять в страны где нет почвы в том числе эта почва видите вот даже здесь было море а сейчас там сады растут здесь на этой платформе слой почвы и поэтому здесь может сад расти лес расти то же самое здесь это не горшки землей нет это почва которую мы в том числе покажем на своих тестовых участках и тогда у нас будет огромное количество заказчиков это вот остров возле Абудаби где сейчас пустыня там песок а там может быть город сад где может быть жить пятьсот тысяч человек и вот это мы должны все показать на наших тестовых участках это мы не просто железяки должны показать а вот это потому что железяки просто никому не нужны по большому счету потому что будет иначе как фильмах катастрофах фильмах ужасов концу века 21 цивилизация исчезнет то что все будет закатано в асфальт все будут ходить в противогазах и все будут больные то что мы часть природы мы забыли об этом часть биосферы причем не самое главное самая главная часть без сферы это микроорганизмы на самом деле и в почве ставьте в живой почве которую мы можем здесь в Беларуси делать основная часть это микроорганизмы этих почек вот даже вот показано как между башнями да высотными вот дорога проложена вроде как некоторые там ну троллили кто их там критики на говорят это же глупость как это с провисом как же здесь ехать очень просто ехать здесь станции нулевая скорость городской транспорт останавливается на станции здесь нет движения и на следующей станции нулевая скорость он приехал на станцию остановился максимальная скорость развиваться в середине пролеза так вот когда юнибус будет двигаться вниз а есть ускорение метасекундного квадрата это меньше ускорение чем допустим трамвай троллейбусе да в городском движении то есть это будет комфортный разгон транспортное средство разгоняет гравитация и мы не тратим энергии на получение скорости 100-120 км в час а когда транспорт поднимается вверх не нужны тормоза и не нужно энергию затраченную на разгон выбрасывать просто гравитация начинает тормозить и потенциальная энергия вот здесь переходит кинетическую энергию из движения здесь и потенциальную энергию здесь и нам нужно всего лишь 5 кВт чтобы двигаться со скоростью 120 км в час вместо 300 кВт поэтому здесь эффективность транспорта благодаря этому повышается 50-60 раз не в два раза 50-60 раз и говорят это плохо но это люди просто не понимают что когда начинают критиковать такие вещи да и мы это тоже покажем на полигоне вот здесь есть трасса которая идет газонтально с пролетом 50 метров а потом есть трасса которая пролетом большим здесь пройдет она поднимется землю вверх потом придет так и не спустится и мы можем двигаться по кольцу поэтому все эти как бы системы и логистика вот движение разгон торможения посадка на станции пассажиров высадка пассажиров там переключение строительных переводов автоматизированное управление это все будет показано здесь на тестовых участках и какое дальнейшее использование вот экотехнопарк вот я опять же хочу показать наше предложение по Абу-Даби наша логика делать строить города пешеходные и поэтому в городе должен быть только один вид транспорта это воздушное метро газонтальные лифты skyway но если кто был допустим в эмиратах там в июне июле и августе то чтобы прогуляться по улице нужно рискнуть жизнью потому что 200-300 метров на линии человек не пройдет он получит солнечный удар так жарко такое мощное солнечное излучение высоковарность и так далее видите даже вот здесь чтобы город был пешеходным надо двигаться в другой логике надо двигаться в тоннеле из зелени где микроклимат цветы где нет яркого солнца где ты получаешь удалевольствие от пешего прогулки так это вот даже это является частью нашей транспортной системы потому что как мы иначе сделаем город пешеходным в жарких странах вот это наше вон вот наша станция витивысотно вот наше здание тоже наша архитектура а вот юнибусы которые идут на высоте 100 метров с провисом это более эффективный транспорт он потребляя будет употреблять где-то в 50-60 трансмейшей энергии чем существующий транспорт при более высоких скоростях значит мы можем тогда взять солнечную энергию его мощности хватит потому что солнечные панели немаломощные и запитать допустим трамвай или автобус с помощью солнечных батареи это нереально там надо тысячи квадратных метров батареи с собой возить это футбольное поле а мы можем запитать тем более что в таких странах как объединенные арабские эмираты солнце там светит круглый год причем яркое солнце да и вот это тоже мы должны показать на наших на нашем полигоне вот на векотехнопарке причем показывать это не только сегодня не только завтра а через 10 лет и через сто лет совершенствуя развиваю эту технологию поэтому фактически это как бы салон продаж нашей технологии магазин продаж где мы будем совершенствовать технологию потому что вспомните каким был автомобиль форда сто лет назад и каким он стал сегодня поэтому через 10 20 30 50 лет эта техника будет настолько совершенствована что она будет совсем другой и мы должны здесь это показывать то есть мы будем менять четвертое поколение от работы свое будем на пятое поколение потом на шестое на седьмое и это будем показывать здесь здесь же поэтому вот эко технопарк тестовые участки и магазин как бы салон продаж делается в логике на 200 лет они так давай еще то покажем золото а потом закроемся нет авиационная компания ежедорожная компания которым там по сто лет имеет свои тестовые участки свои тестовые полигоны где не совершенствуют технику свою транспортную и делать уже сто лет и так и мы будем поэтому есть продолжение причем в логике на 200 лет и и и